Доброе утро, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультами Екатерина Голикова и Михаил Эверстов. На календаре сегодня 24 марта, среда, и сегодня в нашем выпуске, как всегда, самые разнообразные темы для беседы. Так, в ближайшие минуты мы поговорим о конкурсе 100 лучших гражданских инициатив, а после затронем тему здоровья и встретимся в этой студии с врачами-фтизиатрами. Не забывайте, что мы, как и прежде, работаем для вас только в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студию и задавать вопросы гостям. Телефон в студии прежний 320066 и 32166, а также наш WhatsApp-номер работает, номер 8964-428-8818. Можете писать сообщение нам. Между тем, Министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям нашей республики объявило о проведении конкурсного отбора лучших общественных инициатив, реализованных к столетию образования Якутской АССР. Как будет проводиться этот конкурс, об этом нам расскажет Надежда Махначевская, исполняющая обязанности заместителя министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям. Доброе утро, Надежда Вячеславовна. Доброе утро. Расскажите для начала про конкурс 100 лучших инициатив. Каковы сроки его и вообще с какой целью он проводится? Мы все знаем, что в следующем году наша республика отметит 100-летие со дня образования Якутской АССР. К этой дате подготовлен целый ряд планов мероприятий правительством республики Саха-Якутия. И одним из мероприятий, которые у нас проводятся уже начиная с 2016 года, является конкурс 100 лучших гражданских инициатив, который приурочен к столетию образования Якутской АССР. Целью конкурса является, конечно же, поддержка развития гражданского общества, инициатив граждан социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций, развитие их, значит, направление их деятельности на социально-экономическое развитие нашей республики. Ну и, конечно же, одним из главных условий вот этого конкурса является то, что этот конкурс именно проводится по реализованным инициативам. Это конкурс не на предоставление грантов и субсидий. Именно мы оцениваем реализованные конкурсы. То есть, получается, этот конкурс как раз-таки отличается, например, от конкурса «Народный бюджет» тем, что человек вначале должен что-то сделать, и потом уже участвовать в конкурсе. Я правильно понимаю? Да, но участвуют в конкурсе не только физические лица. Это могут быть и физические лица граждан нашей республики, да. Это могут быть юридические лица любого образования, кроме политических партий. То есть, администрация муниципальных образований, районов, индивидуальные предприниматели, или любая организация может принять участие, если есть реализованный хороший проект, который направлен на социально-экономическое развитие определенной территории нашей республики. А каковы условия этого конкурса? Что нужно сделать? Конкурс, значит, у нас проводится в два этапа. По итогам конкурса мы выявляем 15 лучших общественных инициатив. Это в этом году, в 2021 году, и трех абсолютных победителей. Конкурс проводится по двум номинациям, то есть по двум этапам. Первый этап мы выявляем 15, второй этап мы выявляем три абсолютных победителя. Есть поднаправления, так скажем, да, то есть это инициативы местного поселенческого значения. Второе этап направления — это инициативы районного уровня городского округа, допустим, города. И третье направление — это инициативы, которые направлены в целом на республиканского уровня значения. А каковы сроки этого конкурса? Срок проведения конкурса, значит, мы заявки принимаем, начиная уже с 15 марта по 17 апреля. Конкурс мы объявили 1 марта, то есть в течение двух недель мы дали возможность подготовиться. Заявки уже поступают. Есть заявки, которые поступили от муниципальных образований. И проведение отбор лучших гражданских инициатив, он будет проводиться путем интернет-голосования на сайте Куте Дейли. Если немножко рассказать вообще о конкурсе, то в 2016 году его инициировало Министерство по развитию институтов гражданского общества. Тогда существовало АДЭ. А сейчас его, так как функции нам переданы, мы проводим его Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Раньше определяла конкурсная комиссия. Сейчас мы эти лучшие проекты голосования мы дали на суд жителей нашей республики. То есть голосует любой человек на сайте Куте Дейли. Практика показывает, что голосование проводят очень активно. То есть любая территория, конечно же, за свой проект очень сильно болеет. И очень много проектов поступает. Но в этом году мы определяем 15 лучших победителей. А что насчет трех финалистов? Кто их будет определять? Трех финалистов тоже определяется путем голосования. Но после голосования, конечно же, мы комиссионно под руководством заместителя председателя правительства Ольги Валапкина проводим конкурсную комиссию и уже протокольно фиксируем трех победителей. Могут быть, конечно, разные случаи, поэтому все-таки комиссионно мы тоже в конце уже выявляем. 15 победителей у нас награждаются ведомственными знаками благодарность министра. И три абсолютных победителя им вручаются сертификаты на приобретение ценные призы. А как сбежать накруток голосов? Были вообще такие случаи? Такие случаи были. Не зря мы взяли достаточно большую организацию, которую проводят. Команда Якутия Дейли смотрит, контролирует. И, конечно же, идет чистка голосов, которая идет посредством накрутки. Такие ситуации были. И, в принципе, практика уже такая есть, что накрутку голосов мы исключаем. А вообще какие сферы и направления охватывает этот конкурс? Сфер у нас шесть. Это наши основные сферы, которые направлены. Первая сфера по демографии. Можно подать, значит, инициативы, которые влияют на продолжительность жизни, уровень рождаемости населения и так далее. Конечно же, в этом году актуальная тема – это образование и науки. Год о науке и технологии. Есть направление культуры, есть направление спорта, есть направление по экологической безопасности, направленное на охрану окружающей среды. Ну и, конечно же, направление по благоустройству. Оно в любом конкурсном отборе, наверное, является приоритетом. Приоритетом поступает очень много количества заявок. А вообще, как должны быть оформлены заявки? Какие документы вообще нужно будет отправить? Да, документы достаточно простые. Есть одно условие – документы должны приносить наручно. То есть они должны быть пронумерованы, подшиты. Это должны быть оригиналы материалов. Ну и, конечно же, фотографии, видео о реализованных проектов мы принимаем в электронной версии. То есть можно принести и на флешки, и на электронную почту отправить. Прием заявок у нас принимается по адресу город Якутск, проспект Ленина, 30, 4 этаж, кабинет 411. Это здание Дома правительства номер 2, находится на площади Ленина. И документы, значит, заявка обязательно должна быть оформлена. Весь пакет, образцы пакетов документов у нас на сайте есть. Можете зайти на сайт Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям и посмотреть образцы документов, оттуда взять. Конечно же, от граждан мы просим согласия на обработку персональных данных. Ну и если подает заявку, значит, гражданин, то документ, удостоверяющий личность. Если это юридическое лицо, то выписку из единого реестра, ну, ИГРЮЛ. Сколько победителей вообще выявлено с 2016 года? С 2016 года всего на сегодняшний день, по итогам 2020 года, у нас выявлено 85 победителей. И в этом году мы выявляем 15 победителей. В общей сложности 100 лучших инициатив мы должны определить к 2022 году. И эти победители у нас будут внесены в юбилейную книгу, которая будет так и называться «100 лучших общественных инициатив». К столетию образования и СССР. Книга, работа над книгой у нас уже начата, и мы планируем ее завершить к концу 2021 года. Это, ну, так сказать, книга почета 100 лучших общественных инициатив. Туда мы будем включать информацию, конечно же, о реализованных инициативах, информацию о тех, кто реализовал эти инициативы. И у нас есть тоже спонсоры, которые помогают нам в подготовке и организации этого мероприятия. От них тоже информацию мы в эту книгу почета включаем. А какие инициативы вы можете выделить? Инициатив на самом деле очень много. Выделить какую-то определенную инициативу достаточно сложно. Но на память я скажу, что инициатива была вот в прошлом году тоже определена победителем, да? От муниципального образования «Харинский наслед» Мегина-Кангаласского улуса. Инициатива вот такая вот. Они очень близко находятся к селу Майя. Граница у них разделена вот такой горочкой. И всю жизнь люди, получается, поднимались по этой горочке, спускались, чтобы пойти на работу, куда-нибудь в магазин, в какие-нибудь... Ну, в общем, в село Майя по тропиночке. Тропиночку эту делал один инициативный гражданин, который житель Харинского наследия. И посредством, значит, и инициатив людей, которые проживают в Харинском наследии, была сделана лестница. Лестница такая железная, хорошая, с перилами. И вот эта вот инициатива, допустим, была определена победителем в прошлом году. Это действительно идет инициатива, которая сделана во благо жителей этого наследия. В прошлом году, конечно, было очень много инициатив, которые были приурочены к юбилею 75-летию образования Победы. Это и были установления каких-то памятников, стыл, книг и так далее. Ну, инициатива вообще разного уровня. Главное, чтобы отвечали вот тем шести сферам, по которым мы проводим конкурс. Как вообще жители активно принимают участие в этом конкурсе? Жители активно принимают участие в этом конкурсе. И мы призываем жителей наших республик, юридические организации, муниципальные образования принять активное участие. До 17 апреля мы заявки принимаем. Что ж, огромное спасибо за интересную беседу. Я вас благодарю, желаю удачи и отличного настроения. Сейчас, дорогие друзья, мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Через несколько мгновений в этой студии мы поговорим с Фрэнсом. Доброе утро, дорогие друзья. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. На календаре сегодня 24 марта. И сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезами и легочными заболеваниями. И дата выбрана не случайно. Ведь именно 24 марта 1882 года был открыт возбудитель туберкулеза Палочки Коха. Открытие это принадлежит, как известно, немецкому микробиологу Роберту Коху. О том, как обстоят дела с заболеваемостью туберкулезом у нас в Якутии, нам расскажут врачи-фтизиатры. Это Светлана Зорина, заведующая Организационно-методическим отделом научно-практического центра фтизиатрии имени Андреева, кандидат медицинских наук. И Тимур Иванов, куратор районных противотуберкулезных диспансерных отделений того же научного центра фтизиатрии. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, чем еще примечательна сегодняшняя дата для жителей нашей республики, для фтизиатров? 24 марта действительно значимая дата для всего мирового сообщества фтизиатров. Была открыта палочка Коха. И спустя 100 лет после открытия Всемирная организация здравоохранения приняла решение учредить 24 марта как Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 1998 году этот день получил официальную поддержку ООН. И именно с этого года, уже 23 год, в нашей республике проводится месячник борьбы с туберкулезом. В рамках месячника борьбы проводятся разномасштабные мероприятия фтизиатрами всей республики. Проводится информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза, лечения туберкулеза среди населения, среди медицинских работников и среди самих наших пациентов. Скажите, а вообще, что такое туберкулез и как предостеречь себя от этого заболевания? Ну, туберкулез – это, как уже сказано, инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза. Оно передается преимущественно воздушно-капельным путем с преимущественным поражением легочной ткани. Но туберкулез может поражать и другие органы и системы, об этом нужно помнить. Вызывает, если раньше действительно заболевание было социально значимое, поражало неблагоприятные, неблагополучные слои населения, то сейчас заболевание встречается и среди благополучных в плане работы, жилищных условий населения. Это связано с высоким уровнем, ну, мы так думаем, что это связано с высоким уровнем стрессовых факторов в современном мире. Люди спешат постоянно где-то, работают на нескольких работах и забывают элементарные вещи, правильно питаться, 80-часовой сон. Нужно снижать уровень стресса в своей жизни, и тогда иммунодосистема скажет нам спасибо. Но все мы знаем, да, и родители, и дети, и учителя, все мы знаем, что с детства нужно ставить прививки туберкулеза, я имею в виду БЦЖ, и вот малышам ставят МОНТУ. Что это такое, чем они отличаются друг от друга? Угу. Действительно, есть БЦЖ, есть МОНТУ, еще есть Диаскин-Тез. И не нужно их путать, потому что БЦЖ, это принципиально разные препараты, да. БЦЖ – это вакцина, это прививка, которая нацелена на то, чтобы защитить человека от заболевания туберкулезом. После БЦЖ вырабатывается иммунитет против туберкулеза. Конечно, она полностью не защищает от туберкулеза, от заболевания, но вакцинированные люди, они и реже болеют, и если вдруг заболевание возникает, то оно протекает в более легкой степени. А МОНТУ и Диаскин-Тест – это скрининговое исследование на туберкулез, это массовое исследование на туберкулез среди детей и подростков. То есть мы делаем МОНТУ или Диаскин-Тест и смотрим, есть ли реакция. Если реакция есть, то, значит, возможно, есть заболевание. То есть нужно ребенка наблюдать. Наблюдать, и участковый педиатр направляет к птизиатру. – Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, сейчас у нас в гостях врачи-птизиатры. Мы говорим о таком заболевании, как туберкулез. Звоните нам в студию, задавайте свои вопросы гостям. Телефон студии прежний – 320-066-3211-66. Скажите, пожалуйста, Светлана, Тимур, а вот как часто нужно проходить ФЛГ-обследование? – Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. – Ну вот флюорографию, да, это вот массовый тоже скрининг, да, делает профилактический осмотр методом флюорографии. У нас в республике начали массово проводить с 2012 года. Раньше флюорографию проводили один раз в два года. Но есть у нас еще вот пациенты, да, у которых вот высокий риск заболеть туберкулезом. Это вот вещи инфицированные наши, да, вот это вот психиатрические пациенты с наркологической патологией. Лица, выздоровеющие от туберкулеза в течение первых трех лет тоже должны два раза в год проходить обязательно флюорографию. Ну флюорография, да, она вот не только туберкулез выявляет, она и другие патологии органов дыхания. Это раннее выявление может быть онкопатологии, ну и другие неспецифические заболевания органов дыхания. С какого возраста человек может проходить вот такое вот обследование, ФЛГ-обследование? Ну, в Российской Федерации с 15 лет, уже подростковым уже. С 15 лет? То есть до 15 лет ребенок делает манту, с 15 он делает уже флюорографию, правильно, да? Да. А вообще какая ситуация в нашей республике по туберкулезу на настоящее время? Ну, ситуация у нас по туберкулезу ежегодно улучшается. Надо сказать, да, в течение многих лет у нас все показатели снижаются, и заболеваемость снижается, и общие детей снижается, да. Прошлый год для нас, конечно, не совсем показательный, хотя в 2020 году значительно снизились все показатели по туберкулезу, да. И заболеваемость взрослых населения снизилась на 36%, заболеваемость детей на 10% снизилась. Ну, мы это связываем с введением ограничительных мер. Все люди соблюдали, все россияне, да, и у нас все соблюдали санитарные правила, да. Были ограничительные мероприятия, усилены санитарные меры не только внутри семьи, да. Люди не скапливались, носили маски, обрабатывался санитарный транспорт, общество и места хлорсодержащими веществами. А у нас, как известно, палочка туберкулеза, она чувствительна к хлорсодержащим веществам. И с этим у нас тоже связано снижение показателя. Кроме того, общая распространенность заболеваемости, общая распространенность туберкулеза тоже снизилась. Это общее число больных туберкулезом в республике снизилось тоже за счет снижения впервые выявленных больных туберкулезом. И также за счет повышения качества лечения. Об этом свидетельствует у нас снижение показателя смертности. Он снизился на 38%. А если вот говорить до времен пандемии, да, каков был процент на уровне вот России? Я вот слышала такое, что Якутия довольно-таки долгое время лидировала, да, по числу заболеваемых, заболеваемости туберкулезом. Или вот я не права? Вот с чем это связано? Может быть, климат как-то влияет на эту ситуацию? Да. Действительно, у нас были самые низкие показатели по Дальнему Востоку. Мы, конечно, превышаем показатели в целом по Российской Федерации, потому что есть очень благоприятные территории. По Дальнему Востоку мы всегда в первых числах по всем показателям. То есть лидируем по низким цифрам. Ну, я хочу, конечно, сказать, отметить, что у нас очень хорошие кадры, которые работают с пациентами, да, знают каждого пациента в лицо. У нас персонифицированный учёт внедрён, да. Мы каждого своего пациента знаем. Не просто его знаем, а знаем всю его семью, да. То есть вот такая общая работа пациента и эфтезиатра, она, конечно, даёт такой результат. Вообще, как долго человек состоит на учёте? Ну, вот туберкулёз, да, туберкулёз вызывает микобактерии туберкулёза, да. И, ну, население тоже знает, что вот бактерии, ну, вообще любая бактерия, да, сейчас вот есть такое, что бактерии, которые плохо поддаются лечению. То есть, да, микобактерии туберкулёзу могут быть, ну, которые хорошо поддаются лечению, у которых нет вот лекарственной устойчивости, да. Есть микобактерии туберкулёзу, которые плохо поддаются лечению. Это МЛУ-ТИБИ, это множественная лекарственная устойчивость и широкая лекарственная устойчивость, ШЛУ. Если у человека, да, вот микобактерии туберкулёзу, не мутантные, да, у которых нет устойчивости, да, у него будет лечение от 8 месяцев до 12 месяцев. Это один год, и он уже выздоровеет полностью. А если уже, ну, лекарственная устойчивость, множественная лекарственная устойчивость, широкая, да, от 20 месяцев до 24 месяцев нужно будет лечиться человеку. Это вот, ну, у кого вот сохранённое, ну, там же ещё у нас стационарный этап есть и амбулаторный этап надолечивания. А вообще как проходит это лечение? Вот какие есть современные методы диагностики, ну, и, соответственно, лечение? Ну, вот, пациент подошёл в поликлинику, да, ну, сделали флюорографию, и там выявили очажок какой-то, да. И в поликлинике у нас, да, например, в медцентре города Якутска, да, перед тем, как нам направить, они делают обязательно компьютерную томограмму. Это более детальное, вот, мы видим, вот, лёгкое, да, где локализуется, какого размера, есть ли ещё там флюорографии, может быть, возможности флюорографии чуть поменьше, ну, и более углубленно мы смотрим по КТ. Потом они к нам приходят, якутский городской диспансер, и там уже мокроту мы исследуем, да, у нас вот есть вот экспресс-тест, да, который мы можем уже в течение двух часов, ну, после того, как стал, да, вот пациент мокроту, да, сказать, что у этого пациента есть туберкулез или нет. Это оно, ПЦР-дженексперт называется, и реального времени ПЦР. Оно, ну, обоснуется на частицах ДНК и РНК, мегабактерий-фрагменты. А часто ли больные туберкулезом получают инвалидность? Или это не всегда? Нет, это не всегда. Ну, вот, пока пациент у нас наблюдается на диспансерном наблюдении по заболеванию туберкулез, он проходит лечение, да, вот стационарный этап и амбулаторный. И когда у пациента, вот, ну, продолжается выделение мекобактерий, да, или после большой операции, да, как планируют, мы должны этого пациента, вот, направить на медико-социальную экспертизу, это государство подпозрительное учреждение МСЭК называется, по республике Сафа-Якуртик. И они уже решают, давать этому пациенту инвалидность или нет. То есть последнее слово за ними. За ними, ага. Друзья, мы прерываемся на короткую рекламную паузу, не переключайтесь, через мгновение мы вновь продолжим беседовать с врачами-эфтезиаторами. Друзья, мы продолжаем говорить о туберкулезе, ведь сегодня 24 марта, Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата не считается красным днём календаря, однако несёт важную роль в осведомлении общества о серьёзности заболевания и необходимости борьбы с ним. Сегодня у нас гостя Светлана Зорина, заведующая организационно-методическим отделом научно-практического центра фтезиатрии имени Андреева, кандидат медицинских наук, и Тимур Иванов, куратор районных противотуберкулёзных диспансерных отделений этого же центра. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066-32166. Звоните, задавайте вопросы врачам-фтезиатрам. Скажите, пожалуйста, Светлана, Тимур, какая тактика врачей при выявлении туберкулёза у беременных женщин? Вы знаете, такие ситуации, конечно, бывают. И этот вопрос, поскольку это очень щепетильная тема, этот вопрос всегда решается коллегиально врачебной комиссии. В первую очередь всегда спрашивают саму женщину, желает ли она сохранить эту беременность. Как правило, женщины сохраняют, потому что желанная беременность запланирована, и бывает, что вот заболела туберкулёзом. Тогда рассматриваются другие факторы. Во-первых, срок беременности, само течение туберкулёзного процесса, тяжесть процесса, распространённость процесса. Во врачебной комиссии всегда принимают участие лечащий врач-фтезиатр и врач-гинеколог, который в последующем, если решение принимает сохранить беременность, наблюдает эту женщину до конца. Ну и после родоразрешения, конечно же, ребёночка сразу изолирует до излечения мамы. У нас в студии есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. У меня раз предложение. Вот прибор имеется, который нагревает тело человека на определённую глубину, 5 сантиметров, 8-10 сантиметров. А палочка коха, это туберкулёзная палочка бактерии, при 42 градусах погибает. Этот использование были попробовали. Это я, Михаил Тимофеев, Амкинис из Якутска. Спасибо за предложение. Скажите, пожалуйста, вообще какие виды туберкулеза существуют? Я вот слышала открытого типа, закрытого. Чем они друг от друга отличаются? Ну туберкулёз, да, как мы ранее сказали, это инфекционное заболевание, да. То есть вот открытая форма туберкулёза, это обычно у нас органов дыхания. Ну когда человек, вот больной человек, да, он разговаривает, чихает, да. У него эти микобактерии туберкулёз от 1 метра до 6 метров летают. Потом ещё они сохраняются, да, вот если солнце не смотрит, да, там закрытое помещение, да, они там очень долго лежат. И один больной туберкулёзом, да, с открытой формой, да, который ходит. Мы же не можем человека изолировать, да, вот. Он ходит, да, невыявленный, да. И он может, да, в течение одного года заражать, да, ну не заражать, а инфицирует 45 человек микобактериям туберкулёза. Из них может заболеть от 10 до 15 человек, да. Это вот закрытый тип? Нет, это открытая форма, да. И есть, да, у нас закрытая форма, да, туберкулёза, да, которые они не выделяют микобактерии туберкулёза в окружающую среду, да. То есть они не представляют опасность для окружающих людей. Но, да, есть, да, вот, если этот пациент, да, не будет лечиться, да, у него всё равно, да, болезнь прогрессирует, и она, он опять же станет с открытой формой туберкулёза. А как вообще узнать, что вот у человека туберкулёз, каковы его первые симптомы? Вот вы говорите, он ходит и может заражать до 45 человек, да. Каковы первичные симптомы? Ну, например, да, туберкулёз, оно потихоньку, да, вот, развивается, да. И у человека, да, вот, кашель, да, например, более трёх недель, да. Непрекращающийся. Да, непрекращающийся, да, вроде бы. Ничего не беспокоит, ну, кашель, да, ничего не провоцировало. Потом у него может быть температура, да, 37, 3-4, да, тоже, да, вот, ну, сбивается, но причин он не может сказать, да. И вот раньше он на эту работу выполнял, да, у человека апатия, слабость. То есть с этими симптомами уже нужно будет обратиться к врачу-фетизиатру. А вообще как происходит вот эта вот процедура записи к врачу-фетизиатру? Ну, напрямую пациенты, которые заподозрили у себя заболевание, они не могут записаться на приём к врачу-фетизиатру, да. Вся запись первичных пациентов приходится через общую лечебную сеть. То есть сначала нужно обратиться к своему терапевту, который проведёт полный комплекс обследования, да, флюорографию обязательно. Естественно, если есть показания, он сделает дополнительный снимок лёгких, да, в некоторых клиниках уже КТ делают, берут мокроту простым методом микроскопии и с этим пакетом документов отправляют к втизиатру с направлением, да. А наши пациенты, которые уже у нас состоят на учёте, которые лечатся, да, когда у них приходит время повторно посетить втизиатру, они могут записаться через регистратуру или через приложение «Облачная поликлиника». Кстати сказать, через это приложение можно вот в условиях пандемии, мы так и организовали, что можем дистанционно теперь общаться с пациентами, да, контролировать приём лекарственных препаратов, тех, которые лечатся на амбулаторном приёме. На амбулаторном режиме, да, температуру тут же могут измерить, показать врачу в камеру, очень удобно. А первичный приём всегда он очный, нужно записаться тоже через регистратуру, вам назначат время и нужно будет подойти очно, чтобы пациента врач посмотрел, тут же взял необходимый анализ. Я хочу вернуться вот к теме МАНТУ. Не всегда ли положительная проба МАНТУ, вот такая вот большая, вот как у ребёнка, да, на ручке, является признаком заболевания туберкулеза? Сколько сантиметров вообще должно быть? Ну вот, дети наши, это всё, да, это наше будущее, да, от года до 7 лет они получают МАНТУ, от 8 до 17 диаскин-тест, да, и вот положительная реакция проба МАНТУ или диаскин-тест, да, может свидетельствовать о разоружении микобактериями туберкулеза. И, ну вот, при заболевании, да, вот туберкулезом, да, у ребёнка реакция, она большая, да, гиперергическая, она выраженная в визуково-некротической реакции, да, и папла большая, да, и вот поэтому родителям, да, нужно осторожиться, потому что если у ребёнка, тем более, это первая, да, вот положительная реакция, да, тогда педиатр, ваш участковый, направляет к нам в тезиатором детским, и уже с этим, с каждым ребёнком нужно уже конкретно вот разбираться. А сколько сантиметров вот в диаметре должна быть вот эта проба МАНТУ? По-моему, 5 сантиметров, да? И почему нельзя мочить и чесать? Ну, когда будет чесать, да, она ещё увеличится, ложноположительная будет, но когда мочат то же самое, там 5 миллиметров, если более 5 миллиметров, это уже это... А, миллиметр, да, измеряется. А, кстати говоря, сейчас многие мамочки отказываются, да, от прививки БЦЖ для своего ребёнка. Вот что вы можете по этому поводу сказать? Ну, вот отказ от любой прививки, да, оно вот чревато вот последствиями. Вот, как вот моя коллега говорила, да, вот вакцинация, да, наших детей, да, оно, ну, формируется иммунитет у ребёнка и оберегает у ребёнка, если он заболеет, да, тяжёлого течения болезней туберкулёза, вот благодаря вот БЦЖ вакцинации, да, значительно сейчас вот снизились, снизились, ну, снизились или почти исчезли, да, в нашей стране в случае туберкулёзных менингитов. Ну, это когда вот оболочка головного мозга воспаляется. Это очень тяжёлое течение, она, ну, приводит к летальным исходам, инвалидизации ребёнка. Поэтому, ну, родителям не стоит отказываться от БЦЖ вакцины. А вообще, как много случаев отказа от БЦЖ? Так много отказываются мамочки, да? С чем они это объясняют, мотивируют? Как вы думаете? Да, отказы случаются, да, но благодаря нашим педиатрам, которые тесно сотрудничают с тезиопедиатрами, да, в тезиопедиатр проводят и семинарские занятия с педиатрами, как это всё объяснять, да, отказов становится меньше. Был какой-то бум, когда все поголовно отказывались, и возникали даже спорные случаи, да, но сейчас применяется более слабая вакцина, БЦЖМ, и на неё уже мамы более благоприятно смотрят и относятся. И соглашаются, да? И соглашаются. На эту прививку. А можно ли заболеть туберкулёзом во второй раз? Ну, как правило, если человек повторно заболел туберкулёзом после излечения, да, то это, скорее всего, реактивация остаточных каких-то изменений, да, то, что у него сохранились, всё равно, когда человек излечивается, да, где-то остаются кальцинаты, в которых может остаться палочка, да, та активная палочка, которой он болел. И в какие-то периоды, да, когда нарушается питание, стресс, кальций из организма вымывается, и эти кальцинации растворяются, и палочка может выйти, и это, получается, реактивация старого процесса. Но бывают случаи, редкие, конечно, но бывают случаи, когда человек в состоянии полного здоровья после излеченного когда-то туберкулёза, да, вдруг начинает общаться и не знает, что он общается с человеком, который болеет туберкулёзом, у которого бактерия выделения, да, и вот длительное общение с бактериевыделителем, конечно, вызывает повторное заболевание. А что будет, если не лечить туберкулёзом? Если не лечить туберкулёз, то, конечно, случай будет очень тяжёлый и запущенный, поскольку микобактерия туберкулёз, она очень устойчива, да, и в итоге там, где она поселилась, тот орган будет постепенно разрушаться и, конечно, может привести к летальному исходу. Что ж, спасибо за полезную информацию. Я желаю вам удачи и отличного настроения. А думаю, наши телезрители и радиослушатели задумаются, что нужно относиться к своему здоровью более бережно. Я на этом с вами прощаюсь. В студии работала Ларина Сукуева. Всего доброго. Продолжение следует...